Мы сейчас собираемся домой. Был в Саратове чемпионат России по блесне. И много вопросов обычно возникает, как летать в самолете с зимними снастями. Ну, например, если в этом 2023 году, в декабре будет проходить Кубок России по зимней блесне в Новосибирске, допустим, из центральных регионов России туда совсем далеко ехать 2-3 дня. Поэтому проще полететь на самолете и там уже перемещаться без машины. Либо такси, либо жить на берегу, где будет старт. Но как туда добраться со всеми зимними снастями, это вопрос нетривиальный. Я сейчас постараюсь показать, как я обычно это делаю. Ключевая штука – это рюкзак. 120-литровый рюкзак, куда как раз все вещи и входят. Рюкзак, он должен быть попроще и вмещающий как раз ящик. То есть рюкзак у него вот так 35 см, так 25 см. То есть общая сумма мест 60 см. Обычно в самолетах 160 см – это сумма мест для багажа обычного. То есть 60 здесь плюс микровый рюкзак, получается, входит в параметры багажа на большинстве авиакомпаний. Но есть вопрос, это в ледобуре. То есть вот этот вот титановый ледобур, он 115 см. Поэтому перед тем, как лететь, нужно посмотреть, то есть он будет больше метра. Нужно посмотреть перед тем, как лететь, сколько минимальное, максимальное размер длины багажа. В некоторых авиакомпаниях он четко метр, то есть не больше метра. В некоторых авиакомпаниях он не регламентируется. То есть сумма мест, например, 158 и все. Неважно, может подлиннее быть, но поуже. Вот. При этом, при этом, очень часто, ну, например, уральские авиалинии, у них написано сумма мест 158, при этом длина багажа не более метра. Но я вот с этим рюкзаком также сдавал багаж, у которого был метровый, ну, более метра бур. И мне ничего не говорили. Но тут все зависит от того, на кого нарветесь. То есть бывает, что, ага, у вас больше метра, поэтому идите, приобретайте спортивный багаж. Можно спортивный сразу купить. То есть если смотрите, что размер ограничен метром, а у вас бур больше метр 15, то, соответственно, можно сразу купить спортивный тип багажа. Он обычно бывает немножко дороже, либо также стоит. И уже тогда без всяких вопросов проходить по этому. Вот, основное все. Сейчас я покажу, как это просто все запихивается. Из вещей, из вещей. Ящик репака. В нем внутри удочки, снасти, блесна. Все, что необходимо именно для ловли. Вот, плюс я немножко оставшееся место до... комплектую там мягкими вещами, типа носки, там, перчатки и такие вещи. У меня даже удочки торчат. То есть, чтобы здесь не было пустого пространства, потому что будут вот так вот это все в багаже туда-сюда, и поэтому, чтобы удочки там не поломались и все. То есть, все снасти спокойно помещаются в репаку. Вот он. Кроме этого, есть сапоги обычные. Я их тоже ставлю, покажу. Я их ставлю вот так вот. В рюкзаке. Это вот ровно метр. В рюкзаке, ну, то есть, я когда собираюсь, обычно сразу налет. То есть, прилетаешь, сразу первая тренировка. Термос в один сапог с чаем наливаю, а в другой сапог какие-нибудь там шоколадки, орехи и все. То есть, вот такой комплект. Кроме этого, ну, кроме бура еще. Одежда. Вот. При этом костюм, при этом костюм рыболовный. Я куртку на себя одеваю, а штаны, ну, потому что у них жарко сюда, куртку легко снять, расстегивается. Штаны здесь. То есть, половина одежды у меня занимает штаны. Вот, комбинезоном. Вот. Ну, тапки еще. Тапками я обычно в самом уже рюкзаке вот так вот вдоль бура делаю их, чтобы, ну, не повредить на всякий случай. Потому что удары тоже могут быть какие-то, чтобы немножко смягчить эти удары по буру. Может, титановый бур, если его сильно долбануть, может где-то в шве лопнуть. Вот все. Ну, и с собой еще везу всегда ручной платье, рюкзачок с электроникой и со всякой фигней. Тоже плюс 5 килограмм можно спокойно туда набивать. Вот, он так ровно не подстает. И вот здесь вот как раз у меня у меня пока залазит здесь какая-то бур. Так, бур вот этой штукой не влазит вниз. Ну, по крайней мере, у меня. Может, бывает шире бюджокист, куда он может лезть. Поэтому я вот так. И по моему вот так. Так делал, да? Да, вот так. Ну, да, вот так. Так. Бур поставил. Дальше, как я говорил, сапоги ставлю на бур. То есть, если говорить по объему, то вот это метр чуть меньше с сапогами, вот это метр 15. Вот сюда вот место, где осталось, сюда просто кидаются одежды и все, что вообще еще осталось. На самом деле, еще много сюда влезет. Я просто даже не знал, что взять еще дополнительно. Но места хватает. Ну, вот как-то так он выглядит. Бур торчит. бур торчит. Багаж сдается в негабаритный багаж. То есть, подходите к стойке регистрации. Обычно кладется рюкзак, там его взвешивают, дают вам посадочные талоны и, ну, как бы говорят, где находится место для приема негабаритного багажа. Вы берете рюкзак со стойки регистрации, туда несете. Соответственно, получаете тоже с негабаритного багажа. То есть, это не тот процесс, когда чемодан уезжает по ленте и идет, значит, выдача тоже через это. Это немножко другая ситуация. Это как коляска. Если с коляской путешествуешь, ее воздают в негабаритный багаж. Я еще обычно беру обычную пленку. Пятерочки 50 рублей стоят. 30 метров хватает, чтобы приехав в аэропорт, его это, со всех сторон обмотать, чтобы, во-первых, он не загрязнился, во-вторых, немножко смягчает противору. Ну, еще раз его упаковывает. Смягчает удары там где-то, если что-то, чтобы лямки не оторвались. Потому что в негабаритном багаже тоже важно бывает, чтобы все лямки были притянуты. То есть, ну, вот тут много лямок всяких этих. Они могут где-то зацепиться, где-то что-то порвать. Они же там силой все это с тележкой берут. Поэтому важно, чтобы оставить только вот эту вот лямку для грузчиков, которая с этой стороны. И вот эту вот. Все. Остальное в пленку и все. И на багаж сам несешь его. Вот. И даешь им его так нести. Иначе будет это. Вес тоже нужно посмотреть. Вес, ну, у меня там килограмм 15. Он не тяжелый. То есть, вот я его одной рукой поднимаю. Даже меньше. 13 килограмм, где-то примерно. Бывают багажи разные категории. До 10 килограмм, до 23, до 20 тоже нужно смотреть. Вот. Ну вот, то, что у меня здесь есть все вещи с титановым буром весит где-то килограмм 13-14. Если термос заливает, то 15. Все. Можно ехать.